Хочу открыть вам свой маленький секрет, связанный со здоровьем. Если хотите быть здоровым, узнайте, с чем традиционная медицина полностью согласна, и поступайте с точностью да наоборот. То, что нам говорят о здоровье, на самом деле часто противоположно истине. И зачастую эти эксперты в этих институтах словно какие-то священные коровы. Они вне критики, критиковать их нельзя. Ведь в этом случае вы — противник науки. Но, к сожалению, сфера здоровья политизирована. И некоторые данные, которые я вам сегодня сообщу, получены с сайта NHS. Это сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании. На сайт заходит 50 миллионов людей каждый месяц. С ума сойти. Но они, по крайней мере, прозрачны. Ведь если посмотреть на совет директоров и с кем они связаны, очень многие из них связаны с фармкомпаниями. Вот список номер один. Всё можно в меру. Вредной еды не бывает. В здоровом питании главное — сбалансированность. Знакомо? Беда здесь в том, что каждому продукту придается одинаковая важность. Тем самым нам говорят, что нет большой разницы между шоколадкой и кейлом или между промысловым лососем и кексиками. Если вы соблюдаете меру, вы будете здоровы. Прошу прощения, но это дичайшая, вопиющая тупость. Одни продукты намного полезнее других. И вам не нужна умеренная диета, при которой вы едите всего понемногу. В этом и заключается проблема. Вы приходите в закусочную со шведским столом и просто берёте всего понемногу. Вы не можете выбрать здоровую еду. Там слишком много вредной еды, и нельзя понять, где углеводов много, а где мало. Чтобы стать здоровым, нужно не считать калории, а уметь отличать здоровую пищу от нездоровой. Так что такая диета совсем не сбалансирована. Ладно, номер два. Не пропускайте приёмы пищи, и ни в коем случае не пропускайте завтрак. Я сам рекомендовал это в своей первой книге. Больше я этого не рекомендую. Я обнаружил, что без завтрака становлюсь очень здоровым. И нам говорят, что нужно есть регулярно, потому что тогда каким-то образом мы не будем перекусывать в течение дня. Это просто убийственный совет. Ведь каждый приём пищи вызывает всплеск инсулина, и у большинства людей очень высокий уровень инсулина из-за частых приёмов пищи. Приёмы пищи нужно пропускать. Пропуск приёмов пищи — одно из самых полезных действий, особенно пропуск завтраков. Большая проблема людей — частые приёмы пищи. Наши тела не рассчитаны на это. Это совершенно неестественно и крайне вредно для здоровья. Я считаю, это худшее, что можно сделать со здоровьем. Номер три. Похудеть можно, только потребляя меньше калорий, чем сжигаешь. Надо создать дефицит энергии. Сколько калорий получили, столько и потратили. Извините, но если я ещё раз это услышу, меня стошнит. Эта идея настолько устарела. Это не работает. Люди пытались сделать так десятки лет. И тот, кто это придумал, не видел разницы между калориями разных типов. Определённые гормоны сильно влияют на одни калории, но влияют иначе на другие. На инсулин. Главный гормон, который делает вас толстым, сильно влияют углеводы. При этом на него вообще не влияет чистый жир. Чистый жир не активирует выработку инсулина. А вот белок оказывает умеренное влияние на инсулин. Итак, углеводы вызывают сильный всплеск инсулина, белок умеренный, а жир — нулевой. Чтобы похудеть и быть здоровым, нужно поддерживать инсулин на минимальном уровне. Очевидно, что эксперты, отстаивающие эту идею баланса калорий, вообще не работали ни с какими реальными пациентами ни одного дня. В противном случае у них уже не было бы пациентов. Если вы будете следовать этой идее в работе с людьми, у вас не будет никаких результатов. Номер четыре. Нежирные, обезжиренные продукты, постный белок. Ешьте меньше насыщенных жиров, холестерина. Ведь все мы знаем, он так вреден для сердца. Мы знаем, что в итоге это было опровергнуто. Мы очень долго использовали безжировую диету. Не работает. Если вы едите мало жиров, вы просто заменяете их углеводами. Насыщенные жиры абсолютно полезны при условии, что вы едите мало углеводов. Насчет холестерина. Если сейчас исследовать холестерин в вашем теле, то окажется, что 75% вырабатывает ваше тело. Лишь 25% холестерина в вашей крови поступает из пищи. Когда вы едите меньше холестерина, тело вырабатывает его больше. И наоборот. Высокий уровень холестерина в крови не связан с заболеваниями сердца. Американская кардиологическая ассоциация признала это, но похоронила это в своих архивах. Это не особо афишируется. На деле, низкожировая диета истощает запасы желчи в желчном пузыре. А это создает риск желчнокаменной болезни. На самом деле, употребление очень постного и маложирного белка вызывает намного более сильный всплеск инсулина. Номер пять. И все уверены, что это правда. Высокосолевые диеты очень и очень опасны для сердца. Ведь все знают, что высокосолевая диета — причина высокого давления. Тогда как на самом деле это абсолютно и совершенно не так. Есть потрясающие данные, которые ставят врачей в неловкое положение. Это очень обширное исследование. Внизу есть ссылка на него. Оно доказывает, что риск болезни сердца выше на низкосолевой диете, чем на высокосолевой. Абсолютный минимум потребления даже для людей с высоким давлением составляет по меньшей мере столовую ложку морской соли каждый день. Я говорю о морской соли, а не о столовой соли. Столовая соль — это рафинированный продукт. В ней находят даже частицы пластика. В ней есть алюминий. Иногда в ней есть сахар. Ешьте только морскую соль высокого качества. А что касается давления, надо не меньше соли, а больше калия. Даже если едите маловато соли, но достаточно калия, баланс будет правильным, и давление будет намного лучше. Ну ладно, номер шесть. Это будет из разряда «все же знают». Все знают, что ожирение — это риск для здоровья, и нужно похудеть, чтобы стать здоровым. На самом деле, многие, кто пытаются похудеть и худеют, снова набирают вес, и многие из них разрушают метаболизм. Ведь частые диеты, которые повторяются снова, снова и снова, как ничто другое, замедляют метаболизм буквально до черепашьей скорости. Так что, если кто-то похудел, это еще не значит, что он стал хоть немного здоровее. Скажем, вы худеете с помощью препаратов для подавления аппетита, или вы худеете за счет низкокалорийных и низкокачественных нутриентов. Возможно, вы похудеете на время, но вес вернется, и похудев, вы не будете выглядеть здоровым. Это не решает проблему снижения веса. Истина такова. Станьте здоровым, а потом худейте. Снижение веса — это естественное следствие создания здоровья. По-настоящему здоровые люди не набирают вес. Ну хорошо, номер семь. Мозг предпочитает углеводы и глюкозу. Это тоже ложь. На самом деле мозг предпочитает кетоны. На самом деле, если кормить мозг углеводами и глюкозой, это чревато деменцией, слабоумием и Альцгеймером. Это диабет третьего типа. Кетоны минуют участки мозга, поврежденные углеводами, и питают нейроны напрямую. Вот почему на кетоденной диете мозг человека начинает работать намного лучше. Его настроение улучшается. Его когнитивные функции, память, концентрация внимания — всё это улучшается. Если у человека болезнь Альцгеймера, лучшая диета для него — это кетоденная диета. Если у мозга есть выбор между глюкозой и кетонами, если в крови присутствуют и глюкоза, и кетоны, мозг всегда выбирает кетоны, и лишь потом глюкозу. Если не верите, начните кетодиету, и вы увидите, насколько лучше станет мозгу. Восьмое. Нужно употреблять растительное масло вместо насыщенных жиров. Этот совет вызвал больше заболеваний сердца, больше проблем с глазами, больше проблем с диабетом и больше проблем с воспалением, чем что-либо ещё, о чём я знаю. Хотите макулярную дегенерацию? Употребляйте много омега-6 жирных кислот. У них сильное провоспалительное действие. Растительное масло звучит как что-то очень полезное, но это масло получено не из зелени. Это масло получено из зёрен. Из зёрен и семян. Это генно-модифицированное кукурузное, соевое, рапсовое масло, хлопковое масло. Все эти культуры сильно опрыскивают глифосатом. Я считаю, что если вы хотите заработать артрит, употребляйте много омега-6 жирных кислот. Нет, вам нужно больше насыщенных жиров и в приготовлении пищи, и в диете. Если углеводов будет мало, вы будете в полном порядке. Номер девять. Это ещё один глупый совет. Обязательно получайте сложные углеводы из цельных зёрен. Во-первых, сомневаюсь, что я знаю хоть кого-то, кто ест цельные зёрна. Обычно едят очищенные зёрна. Цельные зёрна содержат фитиновую кислоту. Она блокирует усвоение ряда минералов и микроэлементов, таких как цинк. Он очень важен. У очень многих людей есть дефицит цинка, так как они едят слишком много зёрен. Зёрна вызывают всплеск инсулина, а его у нас и так много, так что не ешьте зёрна. Не говоря уже о глютене в зёрнах, который разрушает кишечник, вызывая различные воспаления, что чревато аутоиммунными заболеваниями из-за синдрома дырявого кишечника. И номер 10. Вам на самом деле не нужны витамины, если ваша диета хорошо сбалансирована. Мне всегда хочется спросить, а что люди считают хорошо сбалансированной диетой? Та ли это сбалансированная здоровая диета, о которой я говорил в первом пункте? Или это «главное знать меру, ешьте все группы продуктов». Если подумать о том, какие нутриенты вам необходимы, например, калий, мало кто ест достаточно овощей, чтобы получать нужное количество калия. Очень немногие люди получают хотя бы близко к достаточному количеству калия и даже магния. А что насчёт витамина D? Его из пищи не получить. Очень немногие бывают на солнце. Как же вам получать витамин D? Не говоря уже о самой пище, в которой сегодня так мало нутриентов. Особенно если сравнить с пищей 20 лет назад. Так что почти невозможно получить витамины и минералы из пищи, если только не начать выращивать пищу самому и уметь возделывать почву. Очень и очень трудно получить нутриенты из пищи, даже из органической. И вот, что я вам скажу. Огромное множество вещей, которые считались безопасными и полезными, как потом оказалось не очень-то безопасны и полезны. Взгляните на химикат ДЭС, который давали женщинам, чтобы предотвратить выкидыши, пока не узнали, что он вызывает выкидыши. Лет 40 или 50 спустя. А что насчёт ДДТ? Была реклама. ДДТ подходит мне, а в 71-м его запретили. А сахар? Его рекламировали как что-то полезное, что можно давать младенцам. Теперь мы знаем, что это полная ложь. А курение? Считалось, что в курении нет ничего плохого для беременных. А теперь мы знаем, что это как раз наоборот. А что насчёт трансжиров в продуктах Криско? Их рекламировали, кажется, лет 80 или 90. А потом оказалось, мы узнали, что они не очень полезны, извините, и их запретили. А фтор считался полезным компонентом в водопроводной воде. А теперь мы узнаём, что фтор вызывает массу проблем в щитовидке и в остальном теле. Итак, секрет, как быть здоровым. Узнайте, что делают все остальные, и идите в прямо противоположном направлении. Если хотите знать, что именно нужно есть и делать, пройдите мой базовый курс. Я проведу вас шаг за шагом. Ссылка на запись внизу. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова